АЛЕНА КУЛЕШОВА Мы работаем в прямом эфире, вы можете дозвониться в нашу студию по телефону, который сейчас видите на своих экранах, или по этому же телефону прислать свой вопрос. Мы обязательно все это озвучиваем здесь, в студии, отвечаем на все, что вас беспокоит. Также у нас есть опция, которая называется «Видео-вопрос». На видео-вол выводим ваше видеообращение, и на всю страну вы можете спросить у батюшки то, что вас на самом деле волнует. Давайте начинать. Батюшка, добрый вечер, скажите, пожалуйста, как готовиться к причастию во время поста? Достаточно ли придерживаться постного календаря, или все же рэбу нужно исключить? Спасибо. Сам пост, время по преимуществу, предназначенное к частому участию в божественной литургии. Великим постом, по свидетельству Василия Великого, ну, правда, это в монастыре был такой обычай, даже и не в одном. Как раз для этого были устроены божественные службы прежде священных даров, так что среда вечер накануне четверга, пятница, на вечерне тоже накануне субботы, и суббота с воскресеньем полной литургии. Так что это вовсе никому не казалось слишком частым. Именно сам постнический период, более всего трезвенный, более всего воздержанный, ограниченный, предполагает частое участие в божественной литургии. И поэтому при уготовлении какое-то дополнительно обременительное я бы не порекомендовал, а то знаю, что многие, поставив перед собой какую-то трудноисполнимую задачу с учитыванием нескольких канонов, с каким-то строгим пощением нескольких дней, то ли старобрядцам пытаясь уподобиться, которые, по-моему, до тысячи земных поклонов должны положить, прежде чем приступают к чаше жизни, сами себя отчуждают иногда на целые месяцы, ссылаясь на вот запруднительность приготовленности. Да нет же, конечно. Иоанн Кронштадтский говорил, святой наш праведный, покаялся, вот и готов, если живешь еще по-христиански. Ну, так что мы натощак приступаем, постясь накануне, а уж постом тем более. Ну и канончик с молитвами к святому причащению никто не отменял, а всяко рекомендуется к частому употреблению. Ну а там вот исповедь у батюшки. Это самая лучшая подготовка. И само последование молитв божественной литургии – это и есть главная подготовка к причащению святых листовых тайн. Батюшка, добрый вечер. Вспомнила свой неисповеданный грех. Когда-то давно встречалась с женатым мужчиной, и он еще был венчанном браке. Как искупить свой страшный грех? Спасибо. Ну, великое дело, что вы пришли в сокрушение сердечное, и думаю, что оно уже возымело такой результат, как присутствие перед Крестом и Евангелием, присутствие священника, принесенное покаяние, возвращает вашей душе чистоту ни в этом веке, ни в будущем. Вам в вину не будет поставлен тот, как бы ни был он тяжек, грех, который вы исповедовали искренне, решительно. Так что лучшее свидетельство вашего помилования – это чистота супружеского ложа, которая теперь соблюдается вами. Это всякое попечение о том целомудрии супружеском, которое установлено правилами благочестия и для законных венчанных супругов, ибо и там тоже, по словам Иоанна Златоуста, не поощрение распутства, а пристань целомудрия, истинное супружество благословенное. Ну а там и рождение деток, попечение об их целомудренном возрастании – это и будет та добродетель, которая противоположна предшествующему греху. Спасибо большое. Да, такой острый вопрос, потому что, строго говоря, кто оставит жену свою, да вернется к ней, либо остается целомудренным. В этом смысле целомудренная жизнь, если ты венчан, но не поддерживаешь отношения с супругой, это не является для нее поводом прелюбодействовать, ты вполне в рамках благочестия, и это твое остаток жития, которые уже посвящены по преимуществу Богу и проводятся целомудренно, они не ставятся в вину человеку. Но, тем не менее, так вот провозгласить, что я свободен от той, в отношении которой взял когда-то супружеские обязанности, но все-таки в этом вашем изложении звучит такая холодность ледяная, сердечная, которая Господом не допускается. Надо жалеть, надо найти в себе нежность и сострадание. Кто и кто, может быть, и путалось много, и вам доставляло много скорбей, но является пред Богом вашей плотью, единой с вами природой, семьей. Куда же ее денешь? Совсем не запихнешь и не выбросишь в окошко, потому что это все-таки целая бессмертная душа. И теперь, может быть, отдав какую-то дань безрассудству юности и служению тем страстям, которые столько невзгод принесли на душу и вашу семью, теперь-то, может быть, и надо приложить усилия, чтобы построить по-настоящему христианский союз в молитвах друг о друге, в попечении о спасении друг друга, в молитвах о детях. И, может быть, Господь даст вашей семье второе дыхание, уже дыхание благодатное, христианское, где не собственные страсти, а служение Господу будет главным мотивом. Батюшка, можно ли в пост немного вина? Да, к нам никак уставым церковным это не запрещается, даже в строгий, великий пост. К юмору некоторых, кто сразу услышав о посте и интересуется, а в какие дни вино можно, чтобы уж сразу себе какой-то пунктир утешений заранее запланировать. Ну уж многие из нас испытали на опыте горькие плоды излишеств в этом различного рода зелье веселящем, или пускай и благословенном плоде виноградные лозы, но тем не менее безмерно употребляемый ко всякому падению и расслаблению влекущему. Так что уставом не запрещается, но всякий благоразумный не только отменяет какие-то продукты мясные, молочные, но и в отношении этого известного камня преткновения спиртного тоже берет на себя какие-то разумные обязательства, решительно ограничивая то, что позволяет себе в непостное время и становится ему как-то на душе и проще, и радостнее. А самое главное, что этот опыт постнического воздержания в спиртном, ну до минимальных каких-то необходимых размеров, он потом становится добрым поводом и уже вне поста держаться за умеренность и за максимальное ограничение спиртного, как за замечательное благо. Друзья, я напоминаю, что у нас прямой эфир, вы можете дозвониться к нам, с удовольствием примем ваши звонки, послушаем, что вас на самом деле беспокоит. А пока продолжим отвечать на ваши вопросы, которые вы присылали по телефону в WhatsApp. Вот вопрос от Андрея. Скажите, пожалуйста, батюшку, правда ли, что человек, который помогает в алтаре храма или алтарник, не имеет никакого духовного звания, даже самого жалкого? Интересная формировка. Как же ничего себе? Отец-алтарник, так его величают, если какой-нибудь уже с сединами старец почтенный. У меня папа алтарник, поэтому я так думаю, ничего себе. Ну, кстати, сказали на святой горе Афон, алтарники по преимуществу это уже такие маститые пожилые схимники, не мальчишки, как принято у нас, а это очень даже такие благоговейные старцы. Так что само алтарничание может быть и почтено некоторым, если не хератонии, то хератесией. Это, прежде всего, и подьяконы, те, кто помогают в алтаре при архиерейском богослужении. Они сопровождают молитву, движения архиерейские. Ну, а в приходском храме алтарник нередко, я знаю, облаченный, во-первых, стихарь, а это уже богослужебная одежда. Им даже доверяют проповедь какой-то ученый. Я знаю некоторых очень интеллигентных и благовейных прихожан московских храмов, которым батюшки с большой радостью доверяли слово наставления к пастве. В этом нет никакого канонического недоразумения. И если хватает смирения, если хватает учености богословской, то и какого-то сердечного, самое главное чувства, как Господа, то это бывает замечательно, назидательно. Так что как-то унижать послушание алтарника я никак не стал бы. И это само по себе наименование очень возвышено. Не будем унижать. Друзья, мы сейчас перейдем с вами на короткую паузу. Напоминаю, у нас прямой эфир. Ждем ваши звонки. Когда надо крестить ребенка. Определенного времени для совершения таинства крещения младенцев церковными правилами не установлено. Православные христиане обычно крестят своих детей в период с 8 по 40 день жизни. Откладывание крещения детей после 40 дня рождения нежелательно. Это свидетельствует об отсутствии веры у родителей, лишающих своего ребенка благодати церковных таинств. Для того, чтобы окрестить ребенка, надо узнать расписание совершения крещения в храме и прийти к назначенному времени. Принести с собой крестик, желательно на ленточке, крестительную рубашку и полотенце. Для младенцев обязательно крестные, которые должны быть крещенными и верующими. Евангелие говорит, что у каждого человека в мире есть ангел-хранитель. Крещение дает возможность особенно глубокого и серьезного общения человека и ангела. Возможность ангелу вести человека ко спасению, оберегать его и наставлять. Человек становится способен к некоему духовному слышанию, духовному разговору со своим небесным покровителем. Это итоговая программа «Главное». События недели, о которых говорят все, и то, что увидели только мы. «Главное» с Анной Шафран. По воскресеньям и на нашем Рутюб-канале. Любимая программа «Теперь» на страницах книги. Ответ священника. Просто о главном. Протоиерей Артемий Владимиров, Ирей Павел Островский, протоиерей Игорь Фомин и другие. Мы собрали ответы на самые важные вопросы, которые ежедневно вы задаете в одноименной программе на телеканале «Спас». Книга станет незаменимым помощником в решении духовных и житейских вопросов, а также отличным подарком для близких людей. Спрашивайте в книжных магазинах вашего города. Книга «Имя России. Духовная история страны» известного журналиста и телеведущего Бориса Корчевникова уже в продаже. Историю пишут двое. Бог и человек. История – это откровение. О Творце, Его замысле и о нас самих. Кто мы? И что можно понять про нас, поняв нашу веру? Понять логику Творца, смысл, причины и цель всего, что с нами происходило и происходит – значит понять Россию. Значит назвать имя России. Информация о продаже книги Бориса Корчевникова «Имя России» на сайте спас.тв.ру Не плачь. Вот лев от колена Иудина победил. У Бога не останется бессильным никакое слово. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И глухих делает слышащими, и немых говорящими. Невозможное человеком возможно Богу. Друзья, в прямом эфире продолжается программа «Ответ священника». Отвечаем на ваши вопросы. Батюшка, добрый вечер. Помогите, пожалуйста, советам. У меня уже год приемный ребенок моей умершей подруги, которая в последнее время страдала алкоголизмом. Ребенок-подросток со сложной судьбой. Мне очень тяжело. Временами кажется, что я больше не выдержу. Где найти силы и терпение? Конечно, в церкви. Конечно, пастыря надо привлекать. Батюшку, чтобы был дружественный для вашей семьи, для, дай Бог, для этого отрока. Трудно, конечно, уже в подростковом возрасте начинать церковное воспитание. Система ценностей формируется как-то уже гораздо раньше. И поэтому, что составляют уже подлинные желания, а это еще молодой души, которые далеко не благочестивы в основном, то как-то это все пересадить, заменить на другие ростки, так трудно. Поэтому, конечно, крест немалый вы взяли на себя с Божьей помощью. И он, возможно, может быть понесен с достоинством и плодотворно. Но, конечно, если вы не наладите вместе с ним постоянную регулярную исповедь, приобщение святых христовых тайн, домашнюю молитву, чтение Евангелия, я не совсем представляю, за счет чего можно перебороть вот это грехолюбие генетическое, которое вот в нем вы замечаете. И понятно, что это вся наша греховная природа поврежденная, а там, где не было, может быть, достатка любви, заботы, христианского попечения ребенке, там это уже процветает такими злыми цветами, ядовитыми еще в подростковом возрасте. Ну вот оставаться до последнего, до последних сил, все-таки ему другом, советчиком, добрым наставителем, а где-то и ограничителем, не надо стесняться и строгости. Ну, а бывает, что ситуация выходит из-под контроля, приходится иногда, в общем, умывать руки, когда такие подростки угрожают своим родителям, их приявшим, какими-то клеветой. Если меня не пустишь в ночной клуб, то я на тебя напишу. К сожалению, нередко слышишь такие. И тут уже приходится, взяв благословение у батюшки, все-таки сделать шаг уже на попятную, вернув в какое-то богоугодное заведение, в интернат, где уже все-таки Господь милостив оставляет свое промышление о человеке. Бывает мы на позднее время в разумлении наставления, поэтому все равно молимся, не отчаиваемся всемогуществе Господнем, но не всегда именно нам по силам переломить греховный вектор, уже выработавшийся подростки. У нас есть сегодня несколько видео вопросов. Давайте посмотрим сейчас прямо один. Напоминаю, что это можете сделать вы в любое время, прислав нам это в редакцию. Давайте посмотрим. Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер, ведущая. У меня такой вопрос. Можно ли заменять припев в каноне? Я сейчас читаю канон «Все царицы», и мне там припев звучит так. «Пресвятая Богородица, спаси нас». А мне очень хочется озвучивать. «Пресвятая Богородица, излечи работу Людмилу от ракого заболевания». Возможно ли это? Спасибо. Спасибо. Да ничего такого противозаконного в вашем таком прошении сердечном нет. И вы читаете канон с целью, вами озвученный, ваше ходатайство сформулировано, и нет никаких препятствий в келейной молитве обращаться к Богородице с тем прошением, которое вы пожелаете ей принести, читая остальные тропари, составленные под духовным вдохновением, так, как они составлены. Знаете ли, просто есть такой небольшой вкус к святоотеческому наследию, так, чтобы его не изменять. Господь ведь знает вашу нужду. Это я немножко другую сторону ответа хочу вам приоткрыть. И поэтому, может быть, без излишней конкретизации, когда мы в самой молитве доверяем промыслу Божьему о нас и как бы внутренне прибавляем «не моя воля, но твоя, Господи, да будет, да будет святая воля твоя, как угодно тебе, но мое прошение, мое ходатайство об этом, но ты знаешь лучше, что кому полезнее ради вечного спасения». Вот это сокровенное чувство, оно, как правило, скрывается как раз вот за словами общих молитв. «Помилуй нас, Господи, помилуй нас», «Пресвятая Богородица, спаси нас», как бы добавляем про себя, имя же весе судьбами, «знаешь нужду нашу», «знаешь болезнь нашу», «знаешь скорбь нашу». Так что поймите, что не Богородица, не какие иные небожители не нуждаются в разжевывании. Но теперь я для бестолковых объясняю еще третий раз и пятый раз, что я заказываю. Спасибо, конечно, Дедушка Мороза, все-таки Порше и Пежо – это разные вещи. Вот, я просил одно, получил другое. Неплохо, но вот, Господь наши все ведется, и сердцеведится, и нужды наши знает еще раньше, чем мы их осознали. И поэтому можно вполне довериться тем словам, которые имеются у нас в наших молитвословах, но и не согрешаете, конечно, вот этим уточнением на небеса, которые считаете необходимым принести. Вот, кстати, вы сказали очень интересную вещь. Я вспомнила, у нас в ленте был вопрос, который касался именно этой темы. Девушка сформулировала так. «Зачем мне просить что-то у Господа? Зачем молиться об этом, если Господь и так все знает? Он знает, в чем я нуждаюсь. Просто я же знаю, и Он видит, и…» Ну, конечно, достаточно созерцания благодарственного и благоговейного. Если бы девушка пришла в это состояние умиления перед вездесущим, всеведущим, непостижимым Господом и перед путями Его промысла, то, конечно, бы так и ходило. В некотором блаженном изумлении, восторге и в слезах умиления, как это делали святые. Но, я думаю, в данном случае некоторая ленность, потому что сердце естественно обращаться к источнику всех благ, и не Бог нуждается в наших молитвах, а наши молитвы устраивают наше внутреннее так, как это для нас прекрасно и полезно. Благодать Божию уже веселит сердце молящегося человека. Так что не будем отменять в связи с сведением, всеведением Господним наше пред Ним младенческое, покаянное предстояние, проявляемое в молитвах, в словах. Друзья, у нас еще одна маленькая, короткая пауза, и дальше уже к финалу будем двигаться. Каждый день мы боремся с болезнью. Мы мечтаем о будущем. Мы станем великими, но сейчас нам нужно где-то жить. Добрый дом – это социальная гостиница для онкобольных детей. Благодаря вашей помощи сотни родителей могут сосредоточиться на главном – здоровье детей. Им очень нужна ваша помощь и поддержка. Отправьте смс на номер 3434 со словом «Дом 300» или сделайте пожертвование на сайте dodifizdom.ru Это задачи, на которые классический компьютер тратил бы миллиарды лет. И клирики. Почему наука и религия чрезвычайно тесно связаны? Наука. Идея о том, что есть силы, управляющие балансом и гармонией мира, прошла сквозь. И вера. Действительно ли наука – это инструмент познания Бога? Вместе или друг против друга? То ни во времена Коперника, ни во времена Галилея не было доказательств. Наука и Бог. Физика. Она сегодня нам открывает реальность? Физики и клирики. Еще Война Исенецкий говорил, что вообще-то думаем мы сердце. Физики и клирики. По субботам на Спасе. Святые. Святые. Друзья, продолжаем прямой эфир. Отвечаем на ваши вопросы прямо здесь, сейчас. Батюшка, как впустить Бога в свою жизнь? Как? Как? Как, знаете ли, хозяина впустить там, где он хозяйничает? Скорее всего, всякая недостаточность присутствия Бога в жизни – это состояние сердечного окаменения. Если человек, будучи творением, не сознает себя таковым, если он не видит себя на руках непрестанной Божьей милости, продлевающей каждый день его и земное бытие, а еще и сподобляющей его дыхание вечности в таинствах Матери Церкви, то это довольно такое тяжеленькое состояние, добровольное богоотступничество такого. Поэтому, в общем, если у человека хотя бы такой вопрос есть, значит, он начинает осознавать из себя все-таки не самобытным, а по причине любви Божьей, призванного из небытия в бытие, и начинает узнавать нравственный закон, Богом установленный, нарушителем которого он непременно является. И тогда именно покаянные чувства становятся тем путем блудного сына к любящему отцу, который раскрывает нам его объятия. Поэтому именно, Господи помилуй сердечное, именно исповедь в храме Божьем, это и есть тот шаг, который не оставит в тебе сомнений, что ты Божий и Бог с тобой. – Друзья, видео-вопрос, как обещала, у нас их сегодня несколько. Давайте смотреть. – Здравствуйте, у меня вопрос по поводу эвтаназии кота. Одни ветеринары говорят, что надо усыплять, другие говорят, что подождать. Коту 20 лет, он полностью обездвиженный из-за проблем с лапами, нуждается в постоянном уходе. Только 15 раз в день приходится менять пеленки. При этом у него абсолютно ясное сознание, очень хороший аппетит. Моя работа суточная. Я ухожу на сутки, и сутки кот лежит мокрый, грязный, обезвоженный. Если решится на эвтаназию, не будет ли это убийством? Спасибо. – Спасибо за вопрос. – Не зря сказано в Ветхом Завете, блажен и же из котов, и котов милует. Потому что это отражает, конечно, сердце чуткое, сострадательное. И многие наши… – 20 лет, это член семьи. – Современники, конечно, искренне, любя своих маленьких друзей четвероногих, горько переживают о их утрате, а еще более о тех страданиях, которые они претерпевают перед смертью. И правильно, дело в том, что страдания человеческие, они ведь бывают по промыслу Божьему и по воле Божьей, они помогают в человеке перегореть всему греховному, что мешает его единству с Богом. А страдания животных никакого высокого смысла для них не имеет. Преподобный Пависий Святогорец говорил, что звери смотрят на человека, как человек на Бога. И поэтому наша милость к ним и наше могущество пред ними в том числе проявляется и в облегчении их страданий. Поэтому всякий нехорош пред Богом тот, кто жесток с животными, потому что это ожесточение сердца, явно свидетельствующее о таком повреждении и эгоистическом такой одержимости, что ли, человека. И даже если она направлена не против людей, а против зверей. Но там, где человек, в том числе прекращая смертью страдания животного, таким образом облегчает его участь, никаким образом это не сравнивается с убийством человека или себе подобного, или нарушением заповеди «не убей». Это то самое служение милосердия, к которому человек призван и в отношениях живут. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, если кажется, что нам не порча, поможет ли сходить в церковь? Кажется, порча поможет ли? Этих трех слов достаточно для нашего милого вопрошателя, чтобы желать всей любовью и нежностью обнять его и попросить покаяться в тех суевериях, малодушии, доверии, какому-то оккультизму и безобразием, которые возгнездились в его душе как какой-то дракон многоглавый и все время его кусают. Какая там порча, какое там показалось, какое там, а поможет ли? Срочно наисповедь. И покаяться в этой непутевой, не церковной жизни, которая, конечно же, является для человека главной причиной всяких многообразных и болезненных дьявольских шуток, совершающихся над ним в его собственной душе. Порча, сглазы, каких только нет, всяких опасений, фобий, страхов, ужасов. А все из-за той самой нераскаянности, из-за того, что не потрудился человек малого сделать, открыть свое сердце для Божьей благодати, очищающей, врачующей, усыновляющей Господу. Так что наисповедь быстрей. И все будет хорошо. И дай Бог, при перемене жизни, конечно, на христианскую, забудете вы об этих страхах и будете, и будет вам и вериться, и плакаться. И так легко-легко. Да. У нас остается, по-моему, около трех минут до конца. Время у нас сейчас такое болезненное. Куча народа лежит с температурой. Диагнозы мы не называем, естественно. Но, тем не менее, люди болеют. Батюшка, скажите, пожалуйста, правильно ли идти к причастию, если есть насморк и кашель? Благодарю за ответ. Температура, если есть температура? Ну, вообще, это серьезные основания, чтобы остаться дома, если нет смертельной опасности для вас. Поскольку, все-таки, немилосердно, сознавая себя как-то инфицированным, оказаться среди других, это даже имеет в каких-то отношениях серьезных болезней, даже и какие-то статьи кодекса уголовного. такое добровольное заражение тех, кто оказались с тобой в одном пространстве, храм ли это или троллейбус. Так что, конечно же, при ощущениях себя вот так, недугающим, хорошо помолиться Богу. И, я думаю, особую благодать получит этот келейный молитвенник ради того, что поберег близких своих от возможного заражения тем, что остался дома. Голос разума всегда должен прислазить. Ну, просто милосердие к ближнему уже. Мы же должны белещись. Перекрывает. Здравствуйте, батюшка. Все дети рождаются зачатые, вот дети рождаются зачатые в грехе, но если не грешить, то род человеческий прекратится. Как объяснить это противоречие? Никакого противоречия. Плодите множество, не населяйте землю. И к тому же апостол Павел прибавил ложе супружеское, непорочное, чтобы ты не думал, что речь говорит только, что брак свят, только о каком-то таком духовном дружеском союзе. Само ложе, плоские отношения, непорочное, нет в них ничего скверного или нечистого, когда они в законном, освященном союзе, с любовью душевной, и с благословением духовным в телесном единстве совершаются. Так что то, что вы имеете в виду греховное в этих отношениях, как раз супружеские измены или отношения плоские вне брака. Вот тут, конечно же, это разорение. Сетиклиан Златоуст говорил, брак – это не подготовка, простите, блуд – это не подготовка к браку, а состояние ему противоположное, которое тебя бесконечно удаляет от этой благословенной пристани целомудрия, которым брак и именуется. Так что само стремление полов, как говорил святитель Феофан, это устроение Божие. Так что если при виде благообразной женщины меня не тошнит, а я чувствую даже нечто противоположное, говорил он, величайший, святой и чистейшего сердца человек, так в этом греха никакого нет. Это устроение Божие в лечении полов. Грех начинается во ежевожделете, то есть с намерением обладания того, что тебе не принадлежит и не должно принадлежать. Так что тут разделяйте в своей душе. Огонь в деревне – это главная причина, чтобы и хлеб спечь, и баньку затопить, но в печке, но в своем месте. А если разведешь его посреди избы или где-то там насиновали, то и поминай, как звали. Так что всему свое место и отношениям плоским тоже. – Спасибо большое, отец Лука. Друзья, напомню, что сегодня на ваши вопросы отвечал Игумен Лука Степанов. Ну, у нас на этом все. Мы с вами увидимся теперь в среду, поэтому готовьте свои вопросы. С радостью будем их здесь озвучивать. – Храни вас. – До вечера. – До вечера. – До вечера.